Приветствую вас. Смотрите. Страх отказан. Как правило, в качестве своей природы имеет детско-родительские отношения, низкую самооценку. Детско-родительские отношения как основа, низкая самооценка и отражение к себе, это как функциональное проявление. То есть, вы любите человека. У вас нет уверенности в том, что человек ответит взаимностью. Начать нужно с того, что вы справедливо полагаете, что человек может вам не ответить взаимностью, просто потому что... просто потому что вот так, да? Просто потому что у человека действительно могут быть к вам чувства, либо могут не быть. Это первое. Второе. Это то, что вы можете выбрать себе такого человека, который вам не подходит. То есть это объективно, да? Не подходит к вам по темпераменту, не подходит к вам по общению, не подходит к вам по интересам. Вообще никак не подходит. Нет, как бы вот с его стороны никаких проявлений симпатии по отношению к вам, но вы все равно надеетесь на его взаимные чувства. Вот. И, соответственно, это такой вот немножко средизм, немножко мазохистское такое направление, да? Как бы показать себе, что вот, меня не любят, меня отказали и так далее. Следующий момент. То, что вы боитесь отказать. Как раз что-то для вас значит, то есть, если меня отказали, значит, я вот, вот, со мной что-то не так. А это значит, что вы уже допускаете, что с вами что-то не так. А это значит, что вы просто, вот, человека, вот, принимаете как такой способ доказать, показать себе, что либо с вами что-то не так, либо с вами что-то все нормально. То есть, это вот опять же такая борьба. Вот. И любовь, может быть, и есть, чувства, может быть, тоже есть, но они разбавлены, условно говоря, тем вот, что вы нацелены на себя в отношениях, а не на другого человека. Потому что, будь вы нацелены на другого человека, то вам было бы, в общем-то, все равно, испытывает ли он к вам какие-то чувства или нет. Ибо ваши чувства менее ценными от этого не становятся. А так получается, это сверхмотивация. За счет его чувств вы пытаетесь что-то для себя получить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.